Туркменистан Власти Казахстана хотят сократить число получателей бесплатного жилья от государства. Крышу над головой не стоит ждать репатриантам, военным, госслужащим и даже пенсионерам. Гомосексуализм – это болезнь, считают таджикистанские врачи. Поэтому геев и лесбиянок надо лечить. Между тем, представители секс-меньшин сталкиваются в стране с большими трудностями. Стигм и дискриминация со стороны медучреждений, медработников, то есть много чаще всего встречается, в центре СПИДе тоже встречается. Пойдешь к коже венеролога или какой-нибудь там уролога, не можешь говорить, что ты открыто говоришь, что я гей, мне лечить его. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бешкесской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Начинаем выпуск с главной новости к этому часу. В Политехническом колледже Керчи в Крыму произошел взрыв. По предварительным данным погибли 19 человек, пострадали около 50, в основном подростки. Подозреваемый во взрыве покончил с собой. Это студент 4-го курса, 18-летний Владислав Расляков. Как сообщается, он сначала расстрелял находившихся в колледже людей, когда закончились патроны. Он взорвал бомбу, а затем совершил самоубийство. Сотрудники правоохранительных органов нашли два взрывных устройства. Приведенная в действие взрывчатка была начинена поражающими элементами, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело сначала возбудили по статье «Теракт», но позже переквалифицировали на убийство. Ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холм. Бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинет и убивали всех, кого могли найти. Кто попадался, но это был... В общем, здесь все, все, все. Наша настоящая терапия, когда положена, как в Беслане. Я бы сейчас была трубком, понятно, потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. К другим темам жесткий дефицит основных продуктов питания вынуждает жителей регионов Туркменистана покидать страну. Все больше закрытых наглых и частных домов в Марийском Вилаяте, а также в районах Байран-Ли, Ёль-Тен, Туркмен-Гала, Мургап. Об этом сообщают корреспонденты информационного портала «Хроника Туркменистана». Выехать сложно, но жители сел используют последние сбережения, перезанимают деньги у соседей и знакомых. Некоторым помогают родные, пересылая небольшие суммы из-за границы. Некоторые уезжают навсегда, а кто-то временно, поскольку в условиях экономического кризиса не могут продать свои дома. Люди говорят, что нехватка хлеба и муки стала последней каплей. Сейчас людям продают по 6 килограммов муки. Это месячная норма, причем не лучшего качества. Высокий уровень безработицы, особенно в сельской местности, приводит к тому, что у людей нет денег на покупку даже этого количества муки. У магазинов собираются длины очереди. Чтобы успеть купить продукт, нужно прийти рано утром. В одни руки продают только две буханки хлеба. На всю семью этого не хватает, поэтому зачастую происходят драки и беспорядки. Глава Туркменской инициативы по правам человека Фарид Тухбатулин в интервью нашей программе рассказал, кто именно уезжает из Туркменистана. Представители национальных меньшинств, это русские и казахи, они, конечно, многие из них уехали насовсем. Кто-то в Россию, кто-то в Казахстан. Другие, они уехали на время, то есть на заработки или на основании какой-то жизни. Молодежь, те, что уехали на учебу, пытаются любыми правдами и неправдами остаться в тех странах, где они сейчас находятся, то есть не возвращаться на родину. И родителям это советуют, потому что действительно в стране нет работы, независимо от того, будет у тебя диплом или не будет диплома. И люди, конечно, действительно не хотят возвращаться. Но не у всех есть возможность, скажем, остаться в стране, выбранной стране, чисто по финансовым возможностям, по юридическим возможностям. И они в основном, как бы нелегально, конечно, большая часть из них, те, что в Турции проживают, они там проживают, зарабатывают, и вот на это живут. А те, кто уже совсем не может никуда выехать, конечно, вынуждены жить в своей стране. По мнению Фарида Тугбатулина, сколько туркменистанцев за последние годы покинули страну, точной статистики нет, но по неофициальной информации речь идет о более чем одном миллионе граждан страны. В декабре 2012 года власти провели перепись населения, но вот уже прошло почти 6 лет, и до сих пор эти данные не опубликованы. То есть это говорит о том, что власти просто боятся опубликовать, потому что население сильно-сильно сократилось. В том числе вот из-за этих отъездов части населения, трудоспособного населения и молодежи из страны. И, разумеется, мне кажется, речь идет, наверное, с учетом того, что в советское время по статистике в Туркменистане проживало 4,5 миллиона, наверное, можно говорить о миллионе и даже большем числе тех, кто выехал из страны на постоянное или временное жительство. Что касается тех, кто когда-то планирует вернуться, конечно, люди, большинство из них, в том числе о которых я говорил, те, что живут за границей нелегально, они бы хотели вернуться. Даже я сам бы хотел с удовольствием вернуться, но не в эту страну, не в эту ситуацию. Они все-таки надеются, что так долго продолжаться не может, и в стране что-то поменяется, придут какие-то свободы, хотя бы в виде свободы бизнеса, чтобы люди могли сами себя содержать, занимаясь мелким, средним бизнесом. Вот эти надежды в людях есть, но в настоящее время просто это ничего, кроме надежды. И еще про Туркменистан. Президент Гурбангулы Бердамухамедов признал, что в стране есть множество проблем, в том числе безработица. Об этом туркменский лидер заявил на расширенном заседании Кабинета министров. Он отметил, что меры для создания новых рабочих мест реализуются не в полном объеме. Бердамухамедов раскритиковал низкое качество туркменских дорог, строительный сектор, службу морского и речного транспорта. Аркадак также подверг критике отечественную науку. По его словам, некоторые научные институты не дают результаты и имеют много недостатков. А сотрудники НИИ не имеют ученых степеней. Досталось и отечественным СМИ. Глава страны считает, что медиа недостаточно хорошо освещают успехи государства, в том числе достижения в обеспечении пшеницы. Отмечу, государственный СМИ Туркменистана никогда не делает критические материалы о ситуации в стране. Единственное исключение, когда сам Бердамухамедов в мягкой форме критикует чиновников. Иногда за такими выступлениями следует увольнение. Родные заключенные в колонии Алматинской области, которые ранее заявляли о пытках в стенах учреждения, сегодня собрались, чтобы задать вопрос министру внутренних дел. Женщины интересуют, почему те, кто причастен к издевательствам над их мужьями и братьями, до сих пор не уволены. Шелпану Разбеку с подробностями. После смерти заключенного одной из колоний в поселке Заречный Карата Егимбаева ни один сотрудник так и не был уволен. Вопросом, почему вот уже два месяца задаются родные погибшего. Ведь ранее были предоставлены медзаключения и даже озвучены фамилии тех, кто может быть причастен. Но дело, по словам родных, Егимбаева так и не сдвинуло с мертвой точки. О жестоких пытках стало известно после того, как Егимбаев попал в реанимацию в течение нескольких недель. Его показания менялись. Родные такое поведение объясняли тем, что заключенный боялся сотрудников тюрьмы. Но за день до смерти он все же обещал рассказать, как на самом деле были получены ему вечья. Правда, до назначенного разговора Егимбаев не дожил. Никакого результата нет. Супруга Аманжола Турарова, о котором мы ранее рассказывали, сегодня тоже пришла с медицинским заключением. Этот документ доказал побои на его теле, хотя ранее в самой колонии назвали это легким недомоганием. Но и она опасается, что заместителю начальника колонии ЛА-155-12 также удастся избежать ответственности, потому что ее муж, как и Егимбаев, постоянно меняет показания, ссылаясь на угрозы. По словам правозащитницы Марианы Гурины, жалобы и от заключенных, и от их родных поступают ежедневно. За время существования коалиции по защите прав заключенных их было более 500. Факты пыток удалось доказать в 85 случаях. Каждый день мы получаем информацию о пытках, избиениях, о неправомерных действиях. Называется одна и та же фамилия человека, который является угрозой для осужденных в 12-й колонии. Мы не понимаем, почему Алихан до сих пор на рабочем месте. В нашем присутствии он может к человеку, например, который идет и с палками, потому что человек инвалид, и он ему говорит, эй ты, давай иди сюда, а если бы я тебе гашиш показал, сейчас бегом бы побежал. Это в присутствии, понимаете? По словам представителей коалиции, издевательства и пытки над заключенными могут прекратиться только после увольнения руководящего состава колонии в поселке Заречный Алматинской области. Они уверены, что им все-таки удастся привлечь внимание контролирующих и надзорных органов. Ведь за полугодовое существование представителям коалиции удалось добиться привлечения к административной ответственности 25 сотрудников и увольнения еще семи. Власти Казахстана планируют сократить число категорий граждан, которые могут претендовать на бесплатное жилье из Государственного жилищного фонда. Наполовину. Согласно законопроекту, будут исключены из списка очередников оралманы, репатрианты, военные, госслужащие и пенсионеры. Светлана Глушкова с подробностями. Мать героини Кульжан Конторбаевой, 72 года, в очередь на получение квартиры от государства встала 15 лет назад. Но несколько лет назад она узнала, что ее фамилия исчезла из списка очередников. И назад ее туда никто возвращать не собирается. Про карату ходила, потом они мне говорили, что никакой оснований нет, мы не сможем. Вот так они говорили мне. Я куда не ходила? Везде ходила. Даже в министерство я написала. Я как могу найти свою очередь? Вместе с мужем, тружеником тыла, несколько лет назад они построили частный дом на окраине Астаны. В нем нет отопления. Для обогрева жилища она ежегодно берет кредит в 100 тысяч тенге. Это около 300 долларов. И покупает уголь. Кульжан Конторбаева говорит, что была надежда, что их старший сын со второй группой инвалидности получит жилье от государства. Но прошло 6 лет. И сейчас перед ним в очереди более 8 тысяч таких же ожидающих. В первую очередь ветеран войны, потом без родителей нет, дети же бывают, и потом инвалид первой группы. А вторую группу по очереди будете получать. Власти Казахстана считают, что претендентов на получение бесплатного жилья от государства сейчас очень много. И надо из 19 категорий, что имели на него право, оставить только 8. Например, исключить пенсионеров. По информации чиновников, они преднамеренно ухудшают свои жилищные условия, чтобы получить крышу над головой. Настало время оптимизировать категории получателей жилья из Государственного жилищного фонда для стимулирования населения в участии в программах по приобретению жилья в собственность. При этом возможность предоставления бесплатного жилья оставить только для тех категорий граждан, которые физически не могут накопить средства для приобретения жилья. Правозащитник Зауреж-Баталова категорически не согласна с такой поправкой. Она считает, что правительство тем самым уходит от исполнения обязательств перед собственным народом и прежде всего перед социально уязвимыми гражданами. У нас многие годы воспитанники детских домов, престарелые, многодетные семьи, граждане, которые в данной категории прописаны как инвалиды первой и второй категории, они же у нас стоят в очереднями годами. Они, вот если брать по Астане, несколько лет назад это было почти четверть века, а сейчас нам, можно сказать, более 30 лет, то есть весь период независимости Казахстан так и не выполнил свои обязательства. По информации Министерства по инвестициям и развитию, сейчас число очередников на жилье от государства составляет почти 500 тысяч человек. И это более чем в три раза больше, чем шесть лет назад. Поэтому предлагается исключить из списка очередников репатриантов, военнослужащих, госслужащих, неполные семьи и пенсионеров. Светлана Глушкова, Ганизат Успанов, Настоящее время Азия, Казахстан, Астана. Смотрите далее в нашей программе. Гомосексуализм – это болезнь, считают таджикистанские врачи. Поэтому геев и лесбиянок надо лечить. Между тем, представители секс-меньшин сталкиваются в стране с большими трудностями. Стигмой дискриминации со стороны медучреждений, медработников, то есть много, чаще всего встречается, в центре СПИДе тоже встречается. Пойдешь к кожевенерологу или какой-нибудь там урологу, и не можешь говорить, что тебе открыто говоришь, что я гей, мне лечить его. В Кыргызстане эксперты подводят итоги первого года работы президента. 15 октября 2017 года Суромбай Джеймбеков избран главой государства. Насколько оправданы ожидания от смены власти? Дарья Тимофеева выслушала мнение. Год на одной должности. Для кыргызстанской политики это довольно приличный срок. Редкий премьер-министр или глава ведомства остаются настолько. Но президенты в этом случае исключение. Они приходят надолго. Избирались на два срока подряд, шли на третий. В двух случаях только с помощью революции удалось лишить их власти. Нынешняя конституция дает главе государства только шесть лет. Один год президентства Саранбай Джеймбекова уже истек. Борьбу с коррупцией эксперты выносят на первый план. Предвыборные обещания вроде как начали выполнять. Официально заявляется о возврате денег на спецсчет коррупционерами. Правда, кто, сколько и за что платил – ни слова. Никаких подробностей уголовных дел. Слышно только о громких задержаниях политиков. Но такие действия нередко называют устранением оппонентов. Она еще не достигнула своих целей, потому что нет системного изменения политического устройства. То есть нету именно борьба, а больше похожа как компанейщина. И многие критикуют в этом направлении. Но хотелось бы именно в этой стратегии борьбы конкретные меры. В числе заслуг внешнеполитические. Со многими странами налажены или укреплены контакты, отмечают эксперты. В какой-то степени снято напряжение с Казахстаном и Турцией. Удается дружить и с другими соседями в регионе. Поездок за 12 месяцев у Саранбая Джейнбекова было действительно немало. Недавно он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Есть одно у нас направление во внешней политике, которое мы должны решить. Это у нас уже четвертый год почти. Мы не имеем межправительственных соглашений между США и Кыргызстаном. Нам надо развиваться то, что многие не любят, многовекторность. Нельзя только в одном направлении делать, как это было раньше. Мы должны иметь отношения хорошие и с Россией, и с Китаем, и с Турцией, и с западными странами, с США. И тогда в современном мире мы будем более устойчивы. Куда движемся и кто главный, вот эти вопросы все еще открыты. Республика не президентская, не парламентская. За год с новым главой Кыргызстан так себе и не нашел. В том же печальном состоянии, как и прежде кадровая политика, нет четких шагов по защите прав граждан. Премьер-министр, о чем и говорилось, это человек, который наделен огромными полномочиями по решению экономических проблем. Но они здесь находятся. Вот это та проблема, которая у нас есть. Два и власти. О чем было сегодня сказано. То есть премьер озирается на президента, а президент думает, что решит правительство. То есть необходимо, помимо политических преобразований, необходимо все-таки наполнять нашу жизнь реалиями экономики. Если бы у нас количество партий сегодня превышает, к сожалению, количество градообразующих предприятий страны, понимаете? Если бы было наоборот, то люди бы, наверное, не уезжали из страны. Что касается внутренней политики, то тут отмечают стабилизацию. Кандидатура нового президента устраивает парламент. Это видно по единодушной поддержке инициатив Джейнбекова. Нет конфликтов ни с судебной ветвью, ни с правительством. Стало ли лучше за этот год жизнь простого населения? Наверное, эту тему стоит вынести на следующее экспертное обсуждение. Будут еще более жаркие споры. Социальная сфера обросла скандалами. Системы МВД и образования постоянно реформируются, а здравоохранение продолжает выживать. Первый год Саранбай Джейнбеков вкатывался в роль президента. Теперь от него ждут реальных результатов. Но будут ли они? Силовой операции не будет. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершился срок для наведения порядка в регионе. Президент Эмомали Рахмон дал на этом месяц. Накануне руководство области вместе с главами силовых ведомств подвели итоги ширкомасштабных мероприятий. Акрам Абдукахор рассказывает. Напряженность на востоке Таджикистана, похоже, идет на спад. Руководители силовых ведомств республики положительно оценили итоги мероприятий, связанных с обеспечением правопорядка в Горно-Бадахшанской автономной области. Накануне на специальном заседании актива области глава региона вместе с министрами силового блока правительства сообщили, в проведении военной операции в Хароге нет необходимости. Жители города добровольно сдали огнестрельное оружие. Однако оружие остается в руках у членов организованных преступных групп. Местные власти ведут активную работу с ними, так что нет необходимости в проведении силовой акции. Надеемся, что в ближайшее время оставшееся оружие будет сдано властям. Ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области обострилась после визита Иммали Рахмона в середине сентября. Тогда президент подверг жесткой критике работу местных чиновников. Глава государства упрекнул их в некомпетентности и возложил на них ответственность за разгул криминала. Через несколько дней Рахмон сменил все руководство области, а силовикам для наведения порядка в регионе приказал в случае необходимости применить армию. Я обращаюсь к главам областных структур. Разве не стыдно, что мы обращаемся к главе ВМВД, главе ГКНБ? Мол, иди и разберись с нарушениями правил дорожного движения в Хароге. Вы чем занимаетесь? Мы зачем вас назначили? По итогам 30-дневной работы межведомственный штаб по обеспечению законности и правопорядка сообщил об изъятии 183 единиц огнестрельного оружия, почти 5000 единиц боеприпасов, а также 30 ручных гранат. Таджикские силовики сообщают, что наряду с незаконным хранением оружия основной проблемой региона является и незаконный оборот наркотиков. Геев и лесбиянок можно вылечить, а гомосексуализм – это болезнь, считают таджикистанские врачи. Как вообще в стране относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, рассказывает Анушервон Арипов. Фируз согласился на встречу только при условии, что его лицо не покажут, а имя будет изменено. Фируз – гей и скрывает свою ориентацию от родителей. Он уверен, они не примут его таким, какой он есть. По словам молодого человека, практически всегда, когда он или его знакомые геи открывались близким, реакция была отрицательной. От них отворачивались самые родные люди. Если ты раскроешь свой статус, например, скажешь, что ты гей или трансгендер, или какой-нибудь там бисексал, они сразу думают, что ты грешный человек. И начинают тебя издеваться, перестанут общаться, а родители тоже самое. Родители бывают, что перестанут с тобой общаться или выгонять из дома. По словам Фируза, доходят до того, что представители ЛГБТ-сообщества боятся обращаться к врачам со своими проблемами или пытаются от медиков скрыть свою ориентацию. К ним относятся как к второсортным людям. Пытаются пристыдить или отчитать. Такая дискриминация приводит к тому, что они не получают качественной и своевременной медицинской помощи. Стигмой дискриминации со стороны медучреждений, медработников, то есть много, чаще всего встречается, в центре СПИДе тоже встречается. Пойдешь к коже венеролога или какой-нибудь там уролога, не можешь говорить, что ты открыто говоришь, что я гей, мне лечить его. В традиционном таджикском обществе к гомосексуализму отношения за редким исключением крайне отрицательные. Осуждают не только самих представителей ЛГБТ-сообщества, но и их родственников. Как можно природу создавать человека парами? Мужчина, женщина. Ну нельзя это как бы изменить. Да их надо расстрелять всех. Я не знаю, люди разные, каждый человек имеет право на индивидуальность, на личность. И если, то есть они такие, ну то есть я, можно сказать, никак не отношусь и не считаю, что их нужно лечить. Психические заболевания, это надо лечить. С прошлого года в МВД Таджикистана начали ставить геев и лесбиянок на учет. А таджикские психиатры считают, что гомосексуализм является патологией, которую можно лечить. Такое давление приводит к тому, что геи еще больше избегают контактов с социальными учреждениями и окружающими. Но местные врачи говорят, что лечить нужно исключительно на добровольной основе, иначе толку не будет. Это полное откровение. Так не должно быть. Пожалуйста, если кому надо, пусть обращается, по мере возможности поможем. Сначала поговорим, от чего произошло, откуда произошло, что это, от чего. И потом, пожалуйста, значит, лечим, с гарантией лечим. По данным Глобального фонда по борьбе со СПИДом, за 2015 год в Таджикистане проживают порядка 30 тысяч геев и лесбиянок. Как говорят сами представители ЛГБТ-сообщества, сегодня большинство из них пытаются выехать из страны. Фируз говорит, что он хочет переехать туда, где сможет жить открыто и не бояться ни осуждения общества, ни физической расправы. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Говорят, что у хантов наши выкупили за спильт, что ли, там это место. Ну, видимо, там сначала, да, первые дома-то там были, а потом постепенно, наверное, сюда построили, строили. Вот это их святое дерево, вот это вот, его скутки иконы весны. И, видимо, желание загадывает и сбывается, может, не сбывается. Пытались ли вы покончить жизнь самоубийством? Да. Вы хотели умереть? Да. Когда начинается депрессия, тебе кажется, что ты словно тонешь в воде, а я падаю. Не знаю, как долго, как глубоко в моем сознании кружат виски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!